Поздравляю вас! Господа! Спасибо! Выступает Анна Валерьевна Зыкова Доброго вечера! Меня зовут Савеля. Я магистра первого года обучения, имена ФУ, химический факультет. Сегодня, по большому счету, мой доклад в подобном формате впервые. Я максимум докладывала свою дипломную работу, но у меня большой опыт докладов на студенческих турнирах. И я надеюсь, что вы постараетесь меня поддержать. Хочу сразу договориться по поводу формата вопросов. Если возникают какие-то понятийные вопросы, например, непонятный термин, то я прошу вас задавать их сразу. Если какие-то по сути, то лучше их оставить на конец доклада. Ну что, тогда, собственно, можно, наверное, приступить к сути. Я должна сразу поговорить о том, насколько химия и физика сейчас друг к другу относятся. Если говорить вообще о химии и физике твердого тела, это настолько близкие друг к другу сейчас области знания, что неудивительно, что профессор Москвин так искрометно отозвался о химиках сегодня днем. На самом деле, в принципе, спорить с ним не о чем. Действительно, мы занимаемся синтезом материалов и изучением их свойств. Конкретно химфак УРГУ занимается в основном изучение свойств проводимости. Собственно говоря, поэтому наверняка вы знаете о них значительно больше, чем я. А может быть, нет. Но, собственно, сегодня, как химик, я хочу познакомить вас с методами твердофазного синтеза. Вопрос этот интересен в силу того, что материалы стали актуальными. В последние сотни лет твердофазные, понятное дело, стала развиваться очень сильно техника, что и потребовало новые конструкционные материалы. Наша лекция сегодня по методам синтеза твердофазных материалов пройдет в следующей логике. Мы сначала с вами, в принципе, поговорим о том, что собой представляют твердофазные материалы. Дальше обсудим две основные группы – это монокристаллы и поликристаллические материалы. Собственно говоря, что собой представляют на данный момент твердофазные материалы? Понятное дело, что это вещества компенсированного состояния. И они используются, рассматриваются в основном в трех основных своих состояниях. А, более чем в трех, на самом деле. Сегодня мы будем с вами говорить о двух. Первое – это монокристаллическое состояние. Ну, собственно говоря, это практически бездефектная решетка. И поликристаллические материалы. Почему их нельзя называть поликристаллическими веществами? Потому что вещество, по сути, это одно, а там мы наблюдаем большое скопление маленьких кристаллов, которые между собой каким-то образом связаны. Также существуют, работают и с порошками, также работают и с тонкими пленками. В силу их, опять же, особенностей, по сути, это тонкий свес монокристалла. Но вот мы сегодня с вами поговорим о твердофазных материалах. Что касается синтеза, то большинство процессов, которые происходят с веществом в процессе его синтеза, можно разделить на две группы – равновесные и нет. Чем более ближе процесс к равновесному, тем более упорядоченную структуру мы получаем. Соответственно, если мы используем процессы, которые близки к равновесию, мы получаем монокристаллы. Чем дальше от равновесия процессы, которые мы используем, мы получаем более дисперсные материалы. На экране вы видите, собственно, структуру перовскита, элементарную ячейку структуры перовскита. Это системы состава ABO-3. Например, я занимаюсь такой системой – это скандат и лантана. Почему я здесь привела? Потому что, собственно, вот это одно вещество. Из него можно вырастить монокристалл, который представляет из себя идеальную решетку, а можно создать из него поликристаллический образец. То есть, по сути, вещество остается одно, у него два разных состояния. Что ж, почему же делают два разных состояния? Почему бы не выбрать делать то, что проще, и делать его в массированных количествах? Потому что каждое из этих состояния обладает определенным набором качеств. Когда мы берем просмотрение монокристаллы, первое, что я бы хотела отметить, это огромное количество областей их применения. Здесь можно посмотреть какие-то области. Я не знаю, наверняка каждый найдет для себя что-то знакомое. Для меня напрямую монокристаллы всегда ассоциируются с их применением в качестве рабочего тела лазера. Кроме техники, монокристаллы используются для изучения объемных свойств. Как я упоминала, поликристаллические образцы состоят из маленьких кристаллитов, которые имеют между собой межзерденные границы. Эти межзерденные границы, мало того, что имеют свои собственные свойства, так еще и концентрирование примесей, которое находится в образце, который так или иначе неизбежно там оказывается, оно происходит именно на границе. Это сильно меняет свойства образца. Поэтому, если мы хотим рассмотреть свойства самого вещества, того же пироскита, например, проводящие свойства, чем, собственно, занимаются многие химики сейчас, синтезируют чистые пироскиты и проверяют их проводящие свойства. Рассматривают их как электронные проводники, как ионные проводники. Так вот, чтобы точно рассмотреть, убедиться, что мы рассматриваем объемные свойства, и нам необходимо использовать монокристаллы, исключая межзерденные границы. Ровно так же, когда мы изучаем свойства, которые связаны с направлением кристаллической решетки, ну, кристаллографическим направлением. Соответственно, если мы изучаем оптические свойства, в зависимости от угла, которого мы рассматриваем эти свойства, они будут меняться. А, ну, конечно, здесь сзади я рада и с девушкой. Монокристаллы выращивают в качестве ювелирных камней. Их применение, на самом деле, очень большое. И даже вот это, и даже то, что я перечислила, этим все не ограничивается. Собственно говоря, про лазеры я говорила. Вот, собственно, как выглядит монокристалл таллино-кальция, который используется в качестве рабочего тела лазеров довольно давно. О, давайте меня слева назад. По логике содержания мы рассмотрим с вами три основные группы синтеза монокристаллов. Первая группа – это твердофазный синтез. Мы берем твердое тело и получаем из него другое твердое тело. Только изначально мы берем тело, которое содержит в себе либо много маленьких монокристаллов, это поликристаллический образец, который содержит в себе много монокристаллов. Либо мы берем одну модификацию монокристалла и хотим превратить ее в другую полиморожную модификацию, к примеру. Основными действующими силами в этом методе являются давление и температура. Собственно говоря, просто механическим усилием мы стараемся деформировать кристаллическую решетку, чтобы изменить связи, чтобы они образовали правильную решетку. Три метода здесь привезены. Деформационный отжиг. Он в большей степени применяется к металлам. Дополнительно, чтобы зародить процесс образования монокристалла, используют температурный градиент. Первым выпускают начало. Форма для образования монокристалла имеет вот такую форму с острым наконечником, где формируется первая точка кристаллообразования. Далее, когда происходит подогрев всего образца, это способствует изменению химических связей. Кристаллическая решетка формируется от единственного образовавшегося на кончике центра, тем самым образуя идеальную кристаллическую решетку. Чем хорош информационный отжиг? По сути, вы понимаете, мы нагреваем, сдавливаем, и решетка превращается идеально. Чем он хорош? Тем, что не надо нагревать до температуры плавления. Очень немногие вещества имеют очень высокую температуру плавления, которая не позволяет сейчас достичь технических возможностей. Второй метод – периморфное превращение. Ну, я упоминала уже. Мы берем одну модификацию и превращаем ее в другую. Ну, к примеру, для железа. Мы хотим превратить альфа-железо в гамма-железо. Мы не должны его плавить. Для того, чтобы сделать такое превращение под давлением, этот переход осуществляется легко. И третье – это для веществ, растекловывание для веществ, которым характерно стеклообразное состояние. Стеклообразное состояние для твердых веществ мы имеем в виду, что присутствует ближний порядок, как в жидкостях, и отсутствует дальний порядок. При этом вещество находится в твердом состоянии. По сути, нам просто надо упорядочить атомы в кристаллическую решетку. Опять же, действуя давлением и температурой, кристаллическая решетка формируется в той форме, в которой нам необходимо. Вообще, это довольно трудоемкий процесс. В принципе, процесс выращивания моногристаллов очень трудоемкий. Так еще, ко всему хорошему, твердофазное превращение требует, во-первых, очень высоких давлений, требует высоких температур, но относительно высоких. И в целом, это метод, который используется далеко не всегда. Старается пользоваться методом выращивания из расплава. Почему? Потому что, по сути, мы пытаемся воссоздать направленную кристаллизацию, контролируемую кристаллизацию. Мы берем наше вещество, которое, собственно, хотим получить в конечном итоге в виде монокристалла. Расплавляем его и дальше начинаем его кристаллизовать. Метод Бриджмана, он предполагает, вот это у нас тигурек с расплавом. Здесь он тоже имеет органическую форму внизу. Опять же создан градиент температуры. Мы начинаем потихонечку через этот градиент протаскивать. Соответственно, та часть, которая первая выходит в холодную зону, создает первый центр кристаллизации. Их может создаться несколько, но по мере продвижения по тиглю один, побочные центры, они из себя изживают и формируются один основной. Собственно, можно этот кончик потом удалить, получить монокристалл цельный, без дефектов. И вытаскивая потихонечку его из печи, будем наращивать сам монокристалл. То есть здесь центр создан, и кристаллическая решетка на него начинает потихонечку устраиваться. Метод довольно применимый. Вот вы видите здесь довольно приличных размеров кристалл. Это кристалл сафир синтетический. В чем беда этого метода? В том, что используются тигри. Наличие стенок, собственно, это повод образовать новым дефектам или новым центром кристаллизации. Поэтому была создана попытка, и она успешно закончилась для того, чтобы избежать этого. Таким образом, появился метод Чехральского. И он представляет собой вытягивание монокристалла из раствора. Как мы видим, принцип работы метода. Есть держатель, в него закреплена затравка. Затравка – это уже заранее монокристаллический образец. Вопрос получения вот таких задравочных монокристаллов – это целая отдельная та же тема. Предположим, что он у нас есть. И мы опускаем его в расплав. И начинаем потихоньку поднимать стержень из этого расплава. С поверхности от стержня происходит теплообмен. Образец начинает остывать. И мы медленно, наверное, наращиваем. Очень важно соблюдать соотношение подъема и скорости теплообмена со средой. Этот метод чрезвычайно важен в современности, потому что именно им пользуется практически во всех промышленных предприятиях. Вот фотография. Методом Чекрайского выращен монокристаллический кремний. Понятное дело, что современная электроника пока вся держится именно на этих материалах. Изначально метод применялся для металлов, но как только стало известно, что можно применять его и для проводниковых материалов, его стали применять в промышленных масштабах, дальше попробовали для других материалов. И, собственно, последнее, к чему пришли, это материалы диэлектриков современных, которые тоже используются очень широко, в том числе и в лазерах. Это мы с вами обсудили вторую группу методов выращивания монокристаллов из расплава, из жидкой фазы. Есть еще третья группа выращивания монокристаллов, соответственно, из газовой фазы. Эта группа методов не слишком распространена, но мы помним, что не все можно вырастить твердофазным путем, так и из расплава тоже можно вырастить не все. Это связано с тем, что некоторые вещества разлагаются уже до температуры плавления или плавится конкурентно с образованием другого состава вещества или расплава. Это основные ограничения. Есть еще критерии, по которым может не подойти вытягивание из расплава, например. Тогда обращаются, например, к твердофазным методам. К методам получения из газовой фазы обращаются в том случае, если хотят получить пленку. Это максимально применимая в нашем случае ситуация. Таким же методом могут получить и поликристаллический образец, таким же методом могут получить и пленку. Таким же методом можно, подобрав точные и аккуратные условия, можно получить монокристалл. Собственно говоря, что это из себя представляет? Мы видим вакуумную лампу, в которой расположены анодокатод. Катод изготавливается из материала, из которого мы хотим получить монокристалл. Далее лампа накачивается аргоном и запаивается. Между катодом и анодом пропускается напряжение, несколько тысяч вольт. И при таких условиях ионизируется газ, находящийся в вакуумированной колбе. Он попадает на поверхность катода, тем самым выбивая исходный материал, и он осаждается на подложке, которая находится на аноде. Собственно, таким образом аккуратно формируется пленка, и дальше можно наращивать несколько слоев. Но я уже сказала, это не самый распространенный метод. Собственно, вот такими основными методами формируются монокристаллы. Мы обсудили, зачем нужны монокристаллы, какие их области применения. Мы обсудили, как они делаются. Тогда вопрос, зачем нужны поликристаллические образцы. Ну, во-первых, их проще делать. Методы поликристаллических образцов, во-первых, не занимают очень много времени в основной своей массе, и дают воспроизводимому составу материалов. Сейчас химики занимаются материалами, которые могут содержать в себе атомы и пяти, и шести, и более сортов. Есть соединения, которые содержат в себе сотни и даже тысячи атомов. И необходимо, чтобы все время состав повторялся. Делать это в монокристалле очень сложно. Все эти методы в основном применяются к монокомпонентным системам, когда в расплаве или в твердой фазе находится только одно вещество. Если мы хотим получить из каких-то исходных компонентов конечное твердофазное вещество, нам придется применять методы, которые позволят получить поликристаллические образцы, а уже дальше из них делать монокристаллы. Так вот, собственно, перейдем к методам поликристаллических образцов. Их можно разделить на две основные группы. Слева от вас — механические методы гомонегонизации. По сути, можно сравнить с обычным химическим опытом, когда мы берем жидкость в одной пробирке, жидкость в другой пробирке, смешиваем и, например, нагреваем. В данном случае мы берем не жидкости, а твердые вещества. Но в основном это используются оксиды и карбонаты. В целях, когда происходит синтез, продукты улетучиваются, которые получаются помимо основного продукта. Так называемая стандартная керамическая технология представляет из себя что? Мы берем ступку, кладем туда одно вещество, другое вещество, берем пестик, очень долго все это перемалываем, берем тигель, складываем, ставим в печку. Из печки достали, посмотрели, отправили на рентген. На рентген не получили, значит, есть наша фаза и есть куча не нашей фазы. Почему? Потому что очень сложно создать соприкосновение двух твердых фаз. По сути, когда мы берем порошки, если мы смотрим на них как на микроскопические объекты, они имеют свой какой-то объем, внутри которого забраться довольно сложно. Для того, чтобы они соприкасались довольно плотно так, чтобы прореагировать полностью, нам придется перетирать это снова, и снова, и снова, и снова, и снова, до тех пор, пока не получится и одна фаза. Товарищи с кафедрой гранденсированного состояния прекрасно меня понимают. Бог меня миловал, я никогда этим не занималась. Не нахожу ничего увлекательного в этом. Потому что лаборатория, в которой я пришла на втором курсе, использовала методы, которые подразумевают под собой методы химической гомогенизации. Изначально мы берем продукты и смешиваем их в какой-либо среде, которая позволяет достичь необходимого распределения в максимальном количестве. К методам химической гомогенизации относится достаточно крупная эта группа. Я решила выделить их 4 основных подгруппы. Наша задача в этих методах, чтобы как можно более равномерно распределялись компоненты исходной смеси. Метод соослаждения представляет собой очень простые вещи. Из раствора мы в раствор помещаем исходные необходимые нам вещества и дальше берем какой-либо осадитель. Чаще всего это, опять же, либо органические, либо углеродсодержащие осадители. Таким образом, например, у нас на дно стакана выпадают карбонаты двух веществ. Так как они находились в растворе, они выпадают туда равномерно. Степень перемешивания достаточная для того, чтобы получить продукт с первого отжига. Чем плохо этот метод? Очень много побочных веществ попадает в эту конечную смесь. Очень много проблем при сливании растворителя, при уваривании. Продукт получается грязным. Но во многом зачастую, говоря, есть про структуры, имеющие сложные связи, содержащие в себе большое количество атомов. Это, наверное, если таким методом получается получить такое вещество, то чаще всего его будут продолжать использовать. Потому что, если использовать, опять же, стандартную керамическую технологию, то чуть-чуть ошибся в навеске и уже получаешь не 23 атома на 156, а 22 или 21. И потом никому более ты не докажешь, что ты не осел. В любом случае, если соединение не стихиометрично попасть в него очень сложный состав. Я говорю сейчас о соединениях, которые имеют стихиометрический состав, регулярную структуру. Ну, например, это соединения вида Тора. Их называют молебдена 135, и это только атомы молебдена 135. А еще там куча карбонатных групп, куча аммиачных групп и так далее, и так далее. В сумме получается около 500 атомов. И при этом они имеют стихиометричный состав. Можно стихиометричный, а не стихиометричный? Это очень интересно. Соединение может быть... Спасибо за вопрос. Соединение может быть... Соотношение элементов внутри соединения может быть либо строго постоянным. Например, 3 атома к 2 атомам. Либо может варьироваться. И при этом констатировать факт того, что мы получаем вещество, то, которое хотели. Мы можем констатировать факт. Например, сложные оксидные системы при их синтезе. Мы получаем... Например... Хорошо, давайте вот прямо... Стихиометрия это одинаковый химсостав, разная структура? Нет, структура одна. Структура одна, но, например, не хватает атомов кислорода. Разный химсостав, одинаковая структура? Скорее так, да. Спасибо, Борис, да. О, сколько-то плюс Д. Да, да, вот по сути это и есть. Да. Просто тоже плюс Д, я думаю, что для этой истории не связано все очень понятно. Можно вопрос, а если мы хотим намеренно изменять состав, то есть дектировать его? Да. По сути, рассматривать здесь соотношения базовых соединений. Например, если мы синтезируем сложный оксид, то мы рассматриваем... Да. То берем те навески по отношению к основному веществу, которое мы должны добавить, и количество допанта тоже в соответствии. Нестихиометрия получается в данном случае не по соединению, а по кислороду. Тут важно разводить вот эти понятия. Допант – это целенаправленная примесь. Она вытесняет какое-то, может вытеснять какое-то количество атомов из основной решетки, из основного состава решетки. Например, у нас сидел атом цирконе, мы его заменили на Итрий. Вот. Это есть допирование. Но в силу того, что эти атомы имеют разную валентность, атом кислорода, сидящий рядом, не может выдержать такого нахальства, и его тоже приходится уйти в силу соответствующих степеней окисления. И вот не стихиометрия, это будет как раз как кислород. То есть кислорода будет не строго стихи напряжения. Какие методы существуют для хорошего допиливания? Ну вот, собственно, все методы для синтеза поликистерических образцов, они применимы и для дапированных образцов. И при этом как бы получается однородный какой-то образец? Да. Вот. Если что-то непонятно, я готова чуть попозже объяснить. Сейчас давайте закончим. Мы с вами обсудили метод соослаждения, сказали, что он нам не очень подходит, потому что в нем много побочных продуктов, побочных примесей. Метод распилительной сушки, по сути, представляет собой примерно то же самое. Мы растворяем в каком-либо растворителе и начинаем впрыскивать это на горячую поверхность. Тогда мы получаем на поверхности, опять же, так как это из раствора, то степень гаменигганизации очень высокая. Соответственно, этот порошок мы соединяем и уже его отжигаем. Опять же, нам достаточно этого степени соприкосновения. Два последних метода, я расскажу о них чуть более подробно. Клеохинический метод, мне он просто импонирует, поэтому я решила рассказать про него поподробнее. Собственно, вся схема здесь довольно ясно определена. Мы имеем раствор. В растворе есть компоненты, из которых мы синтезируем конечное вещество. Растворы, в данном случае, на базе воды. Дальше мы этот раствор замораживаем, получая при этом лед. Дальше мы помещаем полученные гранулы, в которых замешаны, по сути, исходные вещества. Помещаем их в сушильный шкаф. Что важно в этом методе, процесс в данном случае не испарения происходит, а сублимации. То есть, мы минуем жидкую стадию. Лед из льда сразу превращаем вещество в пары воды. Тем самым, опять же, сохраняется вот это необходимое нам распределение. Далее мы получаем вот этот порошок, где равномерно замешаны исходные вещества. Отжигаем его и получаем, в данном случае, в схеме указан оксидный порошок. Но это неважно. Это соединение, которое нам необходимо. Ну и метод СВС. Это последний сегодня, о чем я вам расскажу, поэтому прошу вас собраться. Метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. На базе его создано очень много методов. Очень много его вариаций. У него очень много названий. Метод сжигания и метод... Зоргель-метод очень похож на этот. Все зависит от того, какое органическое топливо мы добавляем. Что происходит? Мы берем исходные вещества и добавляем к ним... Опять же, мы их растворяем и прибавляем к ним органическое топливо. Дальше весь этот раствор мы упариваем. В конечном итоге мы получаем концентрированный раствор, который содержит в себе исходные вещества и органическое топливо. Органическое топливо может быть разным. Важно, чтобы оно было либо вязкое, либо образовывало пленку, либо образовывало гель. В общем, сохраняло вот это необходимое нам распределение исходных веществ. Зоргель-метод предполагает, что образуется гель в нем распределение. Метод Красильникова предполагает, что это будет использоваться тилемоликоль. Он имеет очень высокую вязкость, которая не позволяет обратно смешивать с исходным продуктом и исходным веществом. Есть еще метод глицинонитратный. А, да, исходные вещества используют в основном нитраты, либо опять же растворимые соли в зависимости от того, насколько устойчивы все эти соединения. После того, как мы упарили воду и у нас осталось равномерно распределенное в органическом топливе вещества, происходит, по сути, вспышка. Происходит неожиданное воспламенение. Соответственно, по сути, мы видим начало синтеза уже при подготовке. Некоторые ученые констатируют факт, что вот такой метод позволяет им синтезировать вазу уже внутри стакана. Уже, когда мы получаем, получаем по итогу, мы не просто продукт, который необходимо дальше отжигать, но можем получать конечный продукт. Это удивительно, потому что температура вспышки в зависимости от органического топлива разная. Но, ну, к примеру, вот интеллянная гликоль имеет где-то в районе 600 градусов температура вспышки вот в этой точке. Те образцы, которые я синтезирую, если бы я их синтезировала тем самым твердофазным методом, необходимо было бы отжигать в районе 1500 градусов. И это удивительно, что такие простые методы позволяют снизить температуру синтеза в несколько раз. Но для верности, опять же, полученная смесь отжигает и получает уже готовый продукт. Но, опять же, один раз отжигает. Это, кстати, фотография с моей дипломной работой. Это моя работа. А что внутри? Внутри скандарт Лондана, напированный в Стронце и Мишель. А можно это? Вот, собственно говоря, вот видите, в одном соединении уже пять элементов. Получить монокристалл можно, но из порошка. Вот. А время синтеза сколько занимает? Вот этого? Да. Ну, примерно, ну, вот этот стакан где-то полулитра. Скорее, ну, в районе часа полутора. Ну, потом еще, соответственно, дожиг, но это тоже, по сравнению со стандартным керамическим, это, конечно, значительно меньше. Да. Задача вот всех этих методов химической минегонизации – сократить временные затраты. Потому что… А вероятность провала – ореха следить? Что мы имеем в виду провала? То есть, мы смешались, все сделали и не получили. А что не получится паза? Да. Тогда возвращайте к ироническому. На самом деле невысокое. Мы же здесь получаем не продукт. Мы получаем здесь субпродукт, который потом отжигаем. Собственно, сейчас мы обсудили с вами две группы методов поликристаллических материалов, синтеза поликристаллических материалов. Я могу посоветовать вам, если вам вдруг стало интересно обратиться к этим учебникам. Вообще, литература огромное количество. А то, что монокристаллы и методы их синтеза давно изучены и хорошо рассмотрены. А вот с поликристаллическими образцами, так как это наука, которая сейчас развивается. Материала много, но он очень разрознен. Поэтому, если вы продолжаете заниматься этой наукой, то приходится просто много считать для того, чтобы это систематизировать. Если у вас остались еще ко мне вопросы, я готова на них ответить. Давайте поблагодарим вас. Спасибо. Спасибо. Ань, вот деформационный отжиг. Можешь вернуть, пожалуйста, Плэйд? Да. Оп. Демонстрировали, пожалуйста. Оп. Назад. Да, спасибо. Вот, там получается, мы поликристалл, по сути мелкие зерна. Да. Поликристалл. Засовываем в какой-то объект прикладного давления и при температуре получаете много кристалл. Подогревается, да. Соответственно, вот здесь вот создается, если не по один кристаллит попадает, либо создается первый центр кристаллизации и от него отстраивается основная кристаллическая решетка. Спрашивайте. А от этой температуры какое давление обычно используется? Деформация, которой накладывается, это порядка от 1 до 10 процентов происходит деформация. Вот. А температуры, ну, все зависит опять же от материала, который мы синтезируем, но они ниже, чем температура давления. В этом, как бы, собственно, и есть. Я правильно. Рад. Это нормально. А лаза, насколько я знаю, что именно так получается? То есть 10? Да. Из лютрофита. Но там самая большая проблема, что прикладывают немедленно большие давления. И поэтому, есть некоторые трудности, но да, алмазы выращивают так. Я просто видела установку для их выращивания, она небольшая совсем, вот мне показалось. Ну, значит. Больше можно свободно растить. Ну, значит, она вот держит необходимое давление. И какой максимальный размер можно выращивать? Вот такие методы? Ну, да. Ну, здесь я затруднюсь ответить. Вот. Потому что, в принципе, ну, это вот не самый рациональный метод получить конкурс. Если есть другая возможность, то ее будет использовать. Ну, просто с граффитом там, ну, нет, по сути, другой удобной возможности. Из расплавы его не получить. Но это не металл, потому что не вещество, которое управляется. Есть ли вопросы в бусином? Есть ли вопросы в бусином? Есть. 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 Есть вопрос там вот. Вот когда мы в растворе делаем, в итоге тоже порошок поменьше? Да. А потом его уже начать. Так же еще раз. Да. Когда мы делаем из раствора, вся прелесть в том, что мы получаем вещества, которые между собой хорошо перемешаны, по сути. То есть, когда мы берем и делаем это в качестве, механически это перетираем, ну, это требует очень больших усилий и времени. Ну, то есть, мы перетерли, получили фазу на поверхности, поняли, что у нас есть еще одна фаза, и нам придется те зерны, которые мы получили, приходится снова разбивать, чтобы достать ту фазу, которая внутри. А здесь, так как происходит перемешивание на уровне ионов, а не на уровне частиц, крупиц, да, кристаллитов, то перемешивание происходит в достаточной степени, чтобы отжечь один раз и сразу получить фазу. Так, а можно же использовать механические жернова и ничего больше не делать? И тем не менее, это время не занимает больше. То есть, зато реализовать проще или нет? Да, нет, мне вот так попроще будет. Это на самом деле очень сильно зависит от того, с каким материалом вы имеете в виду. Да, поистину, я согласна с вами. Да и... Не все материалы, не все материалы, можно сфиксировать. Есть разные, которые не считают сфиксировать таким образом. Короче, миликонов еще, ассетизатор, ассетизатор, ассетизатор. Но Юрий считает, что так проще. Так мы отвоевываем себе территорию на поле твердого тела, что мы тоже можем здесь чем-то заняться. Да, там типа ассетизатор, ассетизатор, ассетизатор. Давайте поблагодарим вас! Спасибо! А у нас вот!